Хоминистическое движение, они хотят в наших глазах показаться хорошими, я не знаю, ну то есть как-то имидж себе заработать, что они там хорошие, что они такие же люди, как и мы, ну в таком плане. Ну понятно, что я лично очень, как сказать, я очень уверен и я такой, можно сказать, немного даже радикальный православный, ну то есть я именно уверен и верю в православные догматы, то есть считаю, что только православная церковь истинная, поэтому я не думаю, что для меня есть какая-то угроза, если я буду там находиться и учиться, что они меня как-то переформатируют. Вас как звать, говорите? Николай. Николай. Запишите, что скажу вам. Писатель Лесков Николай Семенович. Да, знаю такого. Так, Колыванский муж. Постарайтесь прочитать. Колыванский муж? Да, конечно. Иги, хорошо. Вас как раз касается. Вы только ухватите, почему я именно это произведение посоветовал вам прочитать. Хорошо, спасибо. Они не для этого делают, они свою цель имеют. И то, что проглотите, они будут вытаскивать изнутри у вас потом. Ну, возможно. Что вы имеете в виду? Сынок, я жил на Верхотуре, 51 год шел. Я вот когда обратился, у меня, я с детства знал, что Бог есть, есть страшный суд, это мама сказала. Ну, Евангелия не было, я ничего больше не знал. Но мама сказала о грехах. Нельзя воровать там, нельзя там женщина. И меня Бог от этого сохранил. Больше всего память теряется от блуда. Себе черкните где-то тоже. Вам не поможет никакая тренировка, если вы не чистоплотно живете, или даже не женаты, а будете грехом заниматься. Ну, естественно, конечно, противоестественные грехи, это все вынимает из человека. Блуд. Он проедает мозги. Вот это о себе. Держите крепко. Целомудрие, стыдливость вам прибавит разум. Вот я хотел сказать, в школе у меня иностранного языка не было. Просто учителя не было его. Так, аттестат дали. Но когда я обращался, обратился к Богу, в это время я учился на корабле. Я занимался одновременно на семи языках. Самостоятельно. Вот немецкий язык я изучил за шесть месяцев. Самостоятельно. У немцев говорил проповеди в собрании. А английский у меня немножко меньше. Французский четыре месяца ушло. Понимаете? Да, ну, возможно, у вас таланты есть от Бога такие. Ну, а таланты... Дары, дары. Таланты-то я понимаю, но надо определить его. Вы даже не знаете, какой у вас талант. Его надо на деле попробовать. Да, я дело в том, что до 15 лет боксировал, и мне как бы по голове даже настучали неслабо. У меня и нокауты были, и нокдауны. Я занимался боксом серьезно. Я закончил ситут физкультуры, и у меня немножко были. После этого, когда я как бы реабилитировался, память плохо по началу работала. Сейчас уже лучше. А зачем вы позволяли по себе бить-то по вашей... А ты же не игруша какая-то. Ну, это же такой вид спорта. По-любому... Я в этой сексе бокса был записан и занимался. Я знаю, что это такое. Я занимался, как бы, я был в сборной Украины. То есть я на уровне международном занимался, выступал. Поэтому мне приходилось в сборной тренироваться. А в сборной тренировались сейчас самые лучшие бойцы. И по-любому каждую тренировку... Каждую тренировку ты пропускаешь какие-то... Ну, человек пропускает удары. О другом поговорим. Вот вы когда ощутили призвание свое? Что за путь ваш будет? Где вы можете эти таланты употребить теперь? И для чего вообще вся жизнь ваша нужна? Когда я ощутил призвание, это длинная история, это надо всю жизнь рассказывать. Коротко, по этапам. В какой момент вы поняли, что вы должны именно вот здесь сидеть, в Румынии? В какой-то разы. Так еще. Вот не было такого какого-то момента, чтобы это было в один момент. Это постепенное решение, которое пришло ко мне. Ну, были всякие ситуации в жизни, которые этому способствовали. Но могу сказать так вкратце, что в детстве я не был верующим, и в семье я вырос неверующих. И вырос я в таком криминальном районе, и был связан с хулиганами, занимался спортом, тоже занимался всеми этими бесчинствами. Потом мои все друзья, это когда мы были подростками, они начали употреблять наркотики. Я тоже употреблял наркотики. До 18 лет я перепробовал кучу всяких наркотиков. В 18 лет, как там меня переключило вообще, я перестал курить, употреблять, пить, и начал заниматься спортом только. И начал читать Библию сам по себе. Не знаю, мне особо так никто не говорил, там, читай там или как-то еще. Просто начал читать Библию. Да, там был один момент, когда-то я пошел в пятидесятники, меня как-то так себе затянули. То есть я к ним немножко ходила, и как бы начал там даже с ними на этих языках говорить. Но я не знаю, я сейчас не понимаю, что это было, обеставание или что-то. Я не знаю. Но потом я оттуда ушел, и со временем я начал сам просто ходить в православный храм, молиться, помылить по слову, как бы читать книги. И параллельно занимался спортом. И потом мне пришло решение, я решил как бы улучшить свои знания. Я записался на категория, такие курсы. Там познакомился со священником, с первым, который меня пригласил быть пономарем. Я был пономарем, и в дальнейшем я захотел учиться в семинарии. Ну, то есть принял такое решение, то есть и поступил в семинарию. Батюшка мне написал благословение, вот, владыков благословил. Вот так вот. Мой конечная цель, после того, как вы окончили семинарию, дальше-то что? Вы когда-то должны начинать хлеб зарабатывать? Да, я как бы не думаю, там, хлеб не хлеб, я хочу служить просто Богу, служить церковью. А как? Быть священником? Да, или монахом, священником. А вы когда приняли крещение? Ну, в один числе принял крещение, ну, это же в Советский Союз был, и как бы... А где приняли крещение? Я был крещен, крещен, но не научен. Ну да, но вы уже были крещены. Да, я был крещен, Вас можно было причащать в храме? Можно было, но я первый раз причастился, когда я уже, когда мне было 22, по-моему, 23 года, я решил вступить в ряды казачества, и там мне сказали, обязательные условия это как бы исповедь и причастие. Я туда впервые исповедовался и причастился. И вот как бы, да, с тех пор тоже с казачеством это тоже связано, мой путь. Через спорт я пришел в казачество, потому что начал участвовать в соревнованиях среди казаков, и через казачество я отчасти тоже пришел к Богу, что начал читать, причащаться, исповедоваться, вот так вот. Да. У меня было. Приходят к Богу то ведь не так. Вот все, что вы ходили где, порядок-то ведь один. Если вы причащались или не причащались, но были крещеные, вы были верующим. Не верующим, но вы были христианином уже все. Крещение дает звание христианином. И вот теперь наркотики, там может быть были женщины, это все в стадии христианина было. Да. И теперь проверьте себя, каким должен быть священник, годный вы или не годный. Если вы... в соответствии с канонами, то я не годный. Все? Я могу быть монахом. Иером монахом тоже. Монахом, да. Но вы не идите в монахи. Монахи – это смерть. Почему? Ну, потому что смерть. Тебе по-другому не назовешь никак. Она смерть. Есть жизнь и есть смерть. Два слова. Не, вы имеете в виду смерть для греха или смерть в каком смысле? Смерть талантом вашим. Это полигон смерти. Вы имеете в виду жизнь в монастыре или вообще монашество? А монашество только в монастыре. В мире нет. Это придумали только. Это ни одного устава нет, чтобы монах шлялся. Хорошо. А целебатное священство? Это выдумка. Ничего такого, ни один устав этого не знает. Я всеми монастырскими уставами занимался много лет. Канонами, правилами. Я канонист. Хорошо. Тогда другой вопрос. Но такая есть проблема. Человек крещен, но его никто не научил. И как его в полной мере можно ли назвать христианином? Если он был крещен, можно сказать, не по своей воле и не изучил догматов и не изучил веры. Никто ему не помог в этом. Вопрос запишите, который вы давали. Я думаю, как из язычников. Но вы были христианин. Я почему спрашивал, как вы крестились, в каком возрасте. Вас могли причащать в 5 лет, могли в 10. Язычника не причащают, только христианина. Это вы сейчас себе даете комментарии в своей жизни, а это не надо делать. Нужно жестко поставить себя в рамки закона. Если вы были обрезаны, вы мусульманин. И мусульмане не позволят вам повернуть назад. Еврей, если он обрезан, он еврей. Момент обрезания является причастностью к той нации или к той вере, где он был. Это понятно. Если вы недостойны, вы можете быть в церкви, заниматься какими делами, там много разных должностей, но вы только поговорите обязательно со своим епископом. Скажите, эти правила действуют или нет. Если он скажет, правила соборов не действуют, то вы от него отойдите. Это может быть просто антихрист перед вами сидит. Но он мне скажет, есть принцип экономии. Нет такой. Это все ложь от сатаны. Святые отцы говорили, ты избери себе наставника, строжих которого нет во всей вселенной. Пафнухи Боровской. Монастырь находится в определенном месте и к нему на исповедь идет князь Петр. И говорит, когда я шел на исповедь, колени подгибались от страха. у князя по-другому никогда не было. Вы себе не давайте льготы, ничего иначе не будет. Это просто блуд духовный уже начинается. Экономия, кривия. Что тут кривить налево-направо? Ты должен поступать строго по Евангелию. Иисуса Новина 1.8 запишите. И заучите наизусть. Иисус Новина 1.8 Да не отходит книга сия от уст твоих. Для чего? Дабы в точности исполнять, что в ней написано. В точности. Канонические правила в Писаниях не написаны. Не написаны. И как относиться к тем правилам, которые сегодня не действуют? А почему кто-то сказал, что они не действуют? Ну, о том, что нельзя мыться, допустим, все время в одной бане. А вы не муйтесь. Меня однажды священники здесь захватили позапрошлом году. Я сказал, вот у вас, вы себе записывайте, что я скажу. Сейчас в церкви действующих 719 правил. Цифру запишите. 719. Да, записал. А и нарушается ежедневно целенаправленно 413. Этих данных нигде нет. Это моя наработка. Я занимался соборами и знаю церковную жизнь. У меня брат протоиерей. Да, да. Но когда я изучал, допустим, правила там апостольские и так далее в семинарии, как нам преподавали, нам говорили о том, что эти правила, они писались в определенное время для... Они как бы... Это было ответ на определенные проблемы, которые были в то время. Но это не значит, что они истинные как бы в вечности. Они могут изменяться, могут меняться, могут дополнять. Кто сказал? Когда единое правило... Они не меняются, они могут дополняться. Но мы же знаем... Дополняться могут, но устраняться не могут. Нет... Да, да. Но допустим... Запишите 6-й Вселенский Собор, второе правило. И напишите... Пометьте кто. Можно ли их менять? Я зачем буду придумывать? Я говорю то, что там написано Вселенский Собор. Вам кто преподавал? Священник? Епископ? Да, священник. Так, теперь рядом напишите. 630 епископов на одном соборе. 630. И ваш какой-то священник один, он опровергает 630 епископов? Вы маленько думайте, что вы делаете? Нет, так вы знаете, я знаю историю церковную, сколько каждый собор друг другу анафеме предавал и так далее. Никогда. Это еретически предавали, православные не предавали. А 6-й Вселенский Собор вторым правилом говорит, это трубы Духа Святого. Это не надо выдумывать. Никто правила не отменял. Это лжецы. Я спрашиваю, для чего вы семинарию заканчиваете? Для чего она тебе нужна? Вы не знаете, для чего, я вам скажу. Напишите просто, для чего я закончил семинарию. Я скажу, главное назначение для чего? Для чего? Для того, чтобы уметь оправдать любое беззаконие. Любое нарушение канонов, правила. А иначе вы неграмотные, вы не сможете оправдать. То есть, беззаконие должно быть оправдано. И для этого нужны очень хорошие грамотные люди. И вот вас таких готовят. Мне в жизни, повторяю, 51 год, как я вступил на этот путь, ни разу, нигде не пришлось кривить и говорить, это правило временное, его надо убрать. Повторяю, 413 правил нарушаются. У нас в общине ни одного. Вот меня захватили, там священники говорят, а мы узнали, вы нарушаете. Я говорю, давайте, я с удовольствием поблагодарю вас. А вы все время в бане мыться не надо. Я говорю, а я и не моюсь. Я чего ради пойду заразу собирать там? Так вы не ходите? Нет, не хочу. Не хожу. А теперь другое. А другое вот, не ходить в корчму. Я и не хожу. Зачем я ходить? Мне нужно обедать было мы с братом. Купили батон хлеба, переломили. В снег макнем, едим, в снег макнем, едим зимой. Пошли, мы здоровы. Мне 74 года, я еще ни одной таблетки не съел. А что, богослов, бог для ослов. Ну да. Не надо лукавить. Нигде, ни в одном месте Господь не позволил нам лукавить. В лукавую душу премудрость не войдет. Поэтому вам никакая грамота не поможет. Надо жить открыто, честно. Вы слышали такого, Андрея Кураева? Да. А вы на нашем форуме были? Да, был. На каком форуме? Подождите. Форум, православный форум Игнатия Лапкина. Ну, я не то, что на форуме может не был, но я слежу, там смотрю видеозаписи, проповеди. А вы запишите на всякий случай себе. Называется православный форум Игнатия Лапкина. По-русски в гугл зарядите. Или в Яндекс. Выступает Андрей Кураев, протодиакон, профессор. Да, да. И спрашивает, там, я не знаю, кто там перед ним студент, и слышу, только кто-то там вопросы задает. Скажите, кто самый знаменитый, или там, какие-то еще слова, миссионер нашего времени. Да, да, в наше время живущий. Мне переслали это. Ну, кто еще знает. Он называет, я вам скажу, Варноволий Игнатия Лапкина. Он меня считает самым знаменитым, великим там миссионером века. Я так не считаю себя. Но дальше он говорит, я ему завидую. Да, да, я слышал, я это слышал, то, что он говорит. Я завидую чему? Той свободе, в которой я живу. Он говорит, ему наплевать, кто что говорит. Какие там, главное, Библия это не написано. Я еще хочу сказать. Потом он выступает, когда на него вот эти нападки стали творить из-за этого голубого лоббита, он выступает радиостанцией Эхо. И его спрашивают, скажите, а вы, вот говорите, там, герои веры, ну, неужели в настоящее время можно это все исполнять и прочие вопросы? Он говорит, да, можно. Я знаю одного человека и снова меня называют. Знаете, этот человек говорит, из 17-го столетия. Это вот как Бояриня Морозова. Я ему завидую. И опять дважды говорит, я ему завидую. Человек живет в абсолютной свободе. А вы запомните, где Дух Господень, там свобода. Щеркните себе. Где Дух Господень, там свобода. Найдете где-то. И рядом напишите римлянам 8-9. Не к этому месту, к другому. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ни магистерские, ни профессорские звания не помогут. Нужно два пункта пройти. Первое. Родиться свыше, о чем в православии в абсолютном большинстве понятия не имеет. И второе. Быть Вадимым Духом Святым. А у 50-тиков языки это беснование, вы правильно сказали. Это самое натуральное беснование. Они ничего не знают. Но мое обращение было среди 50-тиков. Я говорю это со знанием дела. Я у них получил Библию. И там я склонился перед Богом. Все, на этом мое общение с ними закончилось. И уже через 3 месяца я у них стоял за кафедрой. Библия у меня была прочитана. Я потом на разных языках считал, сравнивал, смотрел. Вот сейчас бьются за перевод русский. Не верьте в это. Синодальный перевод русский, который сейчас издается по благословению патриарха Кирилла. До этого один из самых лучших в мире переводов. Я беседовал неоднократно. Был такой священник Александр Мень убитый. Слышали? Да. И я ему задаю вопрос. Он еврей был. Работает с оригиналом еврейским. Я говорю скажите, а вот Хвольсон Давид Аврамович переводил который вы могли бы так? Он говорит да вы что никогда. То есть еврей знающий язык говорящий свободно и он даже не пытается сравнивать себя с переводчиком. Я уж не говорю о ком-то. Эти люди возьми допустим мы говорим Герасим Петрович этот человек писал учебники для школ для школ еврейских. Это как надо знать язык чтобы для еврейских школ писать грамматику язык. Люди не знали Евангелия. Павский Герасим Петрович он перевел для студентов и для семинаристов академии Ветхий Завет и они налитографировали 500 экземпляров для чего? Для лучшего понимания. То есть ни студенты ни люди никто не понимает. Студенты академии не понимают. Но про это прознало высшее церковное начальство. Бросили силы разыскать все данного экземпляра и сжечь. Это наше православие. Это Павский не был незащищенным. Он был воспитателем царских детей. И царь ничего не может сделать. Лютости церковников нет предела. Я вам не придумаю говорю. Когда Господь посылает учеников 6 глава Евангелия от Матфея он говорит посылаю вас среди волков. Скажите кого он волками называет? Ну кого? Вас это апостол. А волками кого он назвал? Ну понятно. Кого угодно. Может быть это могут быть служители церкви или кто угодно кто против веры против церкви. Но тогда церкви еще не было. Христос с ними разговаривал. Церковь не была создана. Он посылает вас в мир. Церкви не было. Ну да. Тогда волками были фарисеи всякие партии еврейские. Потом придут фашисты коммунисты масоны это волки которые будут пожирать церковь. Ну не надо доказывать. Но вот мы считаем деяние 20 глава. Церковь создана. Апостол Павел трудится. И написано из Мелита призвав из Ефеса присвятил рог епископов. Он говорит из нас станут люди говорящие превратно. Лютые волки. Лютые не просто волки а лютые. Вы откройте слова Решикова. Лютые это бешеное. Это бесконечно злобное. И этим вот словом называют церковных служителей. Нерядовых. Посмотрите толкование какое дается. Я скажу что Павел был пророк. Он видел какие они будут. Посмотрите что с Андреем Кураевым они делают. Сейчас. Сколько он поношения терпит. А он сказал не со зла а сказал. Он заступился за вас за молодых. в Казани. И это вы должны положить себе на сердце. Быть на той Просто непонятно почему он так долго молчал. он за это ответит. Теперь смотрите. Где Дух Господень там свобода. Вот я показываю. Моя самость она может быть на первом месте. Обо что Дух Святой упирается и дальше он не пойдет. Дальше наш эгоизм обида опять и опять вот смотри сколько я выставлю здесь. Ты перед Богом должен склониться. И вот теперь Дух Божий носился над водой. Теперь он творит в тебе будет новый человек. Если я творю все новое. То есть ваше я должно умереть это первая ступень. Отвергни себя возьми крест следуй за мной. Считали? Конечно. Первое второе третье. Другого не дано. Если не будет отвержения самого себя ты не можешь отвергнуться пока не узнаешь кто ты. Как я себя отвергнусь если я не знаю чего отвергаться. Надо свое я нарисовать очень хорошо. Это можете сделать только вы для себя. написано никто не знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем. Вы себя определили просчитайте перед тем как рукоположение положить шесть слов Иоанна Златоуста. Считали? От священника? Да. Да, читал но не полностью. Вот. Григорий Богослов об этом говорит. Какую дерзость имеют те приступить к священному самому когда ничего не имеют для того чтобы быть достойным этого. За мной гонялись епископы гонялись просто. Мы сидим за столом митрополит архиепископ и епископ и они меня уговаривают стать священником. Я мог бы епископом быть уже несколько раз. Я говорю это не мое отцы дорогие я в синоде сижу с ними в русском зарубежной церкви в Нью-Йорке митрополит Виталий был это не мое а там что только не делают чтобы стать епископы чемоданы денег дают чтобы пробраться мне это не надо мой путь это тюрьма это низ пирамиды это самое грязное для работы я там должен быть с ними мне Бог это открыл вот смотрите эпиграф для вашей жизни я вам скажу напишите Псалом 118 165 164 164 164 спаси Христос 175 Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей возьмите это за правило и не отговаривайте что вы много учите и прочее вы сколько на сон уделяете время часов шесть-семь ночью было днем часик отдыхают а как ложитесь прямо спать смотрите маленький совет чтобы наша встреча не была пустой никогда не ложитесь спать пока не исполнится 60 лет никогда вы можете сильно устал и положите что-нибудь вот сюда вот надень какую-то тряпку на голову чтобы а и звездку не опирать и настоль его так откиньте сложите руки 15 минут не больше не больше вы во сколько встаете стою я ложусь просто поздно ложусь в час-два ночи встаю где-то в семь или восемь зависит от того вы измените распорядок вставайте в 440 а ложитесь как подскажет ваш организм запишите что я вам сказал вставать 440 а то что я долго сидел это вам просто трухой голову набили вы все это пылите а почему скажете так давида найдите там google зарядите я предваряю рассвет и взывай предваряю слово предварять понятно да еще нет я я уже на ногах теперь давид говорит я встану рано златооз говорит ночь она не для сна только но для прославления бога когда вы узнаете что такое семикратно в день а вы скажете а что такое единократное запишите коротко если семикратно там рядом напишите что в это входит это мое правило это три святое боже милости будем не грешеному молитва три святое да но вы знаете что три святое и и 100 поклонов 100 поклонов 7 раз в день 7 раз в день 100 поклонов по 100 по 100 вот разовая это прочитай божьей милости в три поклона потом три святое да очень наш и тогда 100 поклонов 10 христу 10 божьей матери 10 ангелу хранителю 10 никого и ан креститель никола чудотворец все пророки потом небесная сила мученики святители жены и девы ну то есть вы сами определите 10 и так 7 раз в день да не меньше вот у меня например получается было даже иногда 18 раз в день но я пенсионер я нахожусь в тюрьме в тюрьме я заключенный я сидел несколько раз за слово божие не за что-то и я становился на молитву несмотря ни на какую обстановку не меньше пяти раз в день но там молитва была у меня длиннее примерно по часу по полтора салтырь меня просчитывал за за где у меня за два дня кажется а новый завет в течение одной недели каждую неделю вот я нахожусь среди другой нации людей-то а они днем валяются там спят бывает на одну шконку два-три кровать эта шконка называется два-три человек они по переменам и говорит отец вчера вот вы молились и сзади вас 7 человек становились на колени на молитву можно мы тоже встанем я где проходил я везде ощущал благодать божию к несущую меня там дышать нечем а ты ничего не будешь замечать для тебя это озоном будет вы не не ждите когда это придет время антихриста вы уже сейчас готовьте себя встречи и устоять крепко молитва молитвы нету ян затаус говорит я тебе заранее скажу ничего великого ты не сделаешь у меня сон в семь часов я начинаю работать сон делается шесть часов перехожу на пять четыре три два с половиной я на этом остановился чувство организм дальше не идет я начинаю дальше жить в этом два с половиной часа я такой же человек так же спал много но я понял не пойдет почему апостол павел говорит многие бегут на аресталище но один получает награду один итак бегите чтобы получить я должен брать по высшей планке никак не меньше на себя тратить минимально совершенно не так что вас там кормят ну и рот корытом просто я вам делюсь опытом вы никогда не потеряете ничего если будете жить в сжатом виде крепко я вот в америке ездил меня я их огорчал конечно они не могли на меня на мои рваные носки купить носки купили я не возьму это не мое они купят мороженое нет я съем только то что тело мое не 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 исхудала будьте подвижны тем более вы спортсмен вы знаете что такое вставайте 440 вот эту цифру я не могу озвучить пять раз подряд сказать а почему не знаю мне это открыто было и только потом я нахожу мать мария тереза тереза она вставала 440 я потом только нашел потом нахожу еще там я на шанхайский который канонизировано 440 мне это бог открыл и все кто вокруг меня все стоят одновременно где бы мы ни были воскресный день дороге вот у нас на еще поездка мы думаем пройти до португалии через грецию всю скандинавию пройти прибалтику а потом уйти на север нам никто это не заставляет в таком возрасте сейчас вот про меня тут приходила телевидение снимала недели полторы назад выставили ну спрашивали там как-то мои года моего богатства и кому больше 60 по городу они прошли там у меня на форуме стоит на не на в ю тубе сказать канал youtube вы напишите как он называется youtube видеоканал я подписан он называется во свете библии я подписан да и вы все время сравниваете по священному писанию 1248 евангелия тяна тоже щеркните себе 1248 окружите его это эпиграф до суда божия господь говорит я не сужу слово которое я говорю оно будет судить а раз оно будет судить для меня теперь все остальное не может претендовать на это место слово божие это святая библия от корки до корки первая буква в начале бог сотворил последний мягкий знак все ни черта ни иота не пропадет преданию канона могу добавлять но не к соборным еще а такие сегодняшние слова божие ничто и поэтому все почините этому я проверял не один год занимался канонами что чтобы не было если нет противоречия 12 томов жития святых это 1173 жития не у меня на моем сайте все все насчитаны мной и ничего страшного ничего нет и я все время считая сравнил с библией то никто не делал из 12 книг я выбрал сначала первый век они на каждый день там разные века потом второй век из 12 и так получилось в развернутом виде и где в колокол где сильно не против я бил два же иногда три раза бил то есть анти евангельская но я не мог пропустить ни одной букву потому что это мне не принадлежит а для дмитрия ростовскому я понял вопрос как лучше всего читать библию но ежедневно по какой программе очень есть вас какая-то программа есть конечно какая у вас как на каком месте сейчас считаете я последнее время перестал по программе читать я просто читаю так две закладки положите вам нужно считать по порядку две закладки заложите в нее вот и закладку перекладки каждый день есть время нет вы прочтите утром по времени смотрите две главы или одну это но не меньше главы золотые 1 закладка ветки за это 1 новый все вся программа то есть я понял я недавно у нас был день общины мы отнесли пригласительную в епархию московской патриархии которая алтайская епархия мы пригласили епископа сейчас он сергий здесь иванников не больше 33 священников я сказал в гости к нам и не больше 12 семинаристов и сказал после встречи я вам дам урок миссионерской работы полная программа у меня умещается в один час каркас один из почему об этом много патриарх сегодня кирилл говорит образовывать общины чтобы и проще это то чем мы занимаемся 444 города села мы прошли за три года вы только цифру то нарушите это я должен приехать должен убить и в каждом я оставляю дар 38 своих книг которые у меня вышли моих книг изданных мной 38 томов мы вот за два года только подарили на 7 миллионов 150 тысяч а у меня пенсия 5000 у меня ничего нету вы сами подумайте как господь может руководить я вам даю опыт примите это у вас лучше получится спасибо господи буду стараться старайтесь серьезно не не идите ни на какие льготы я заболел а ты говори завтра будет не лучше вы тоже смертная тоже катитесь к одному концу вы на что готовитесь вы не знаете вот я перед вами сижу я с пяти лет знал я кем я буду а когда почему я знаю хочу быть хочу быть священником вы увидите вы увидите что вот видите у вас какая высокая я хотел быть террористом нет в детстве я хотел быть тоже не хотел быть священником я хотел быть каким-то там тоже я не просто воином я хотел отомстить коммунистам за поруганную родину с пяти лет я там все слышал и поэтому я тренировался тренировался в сексе стрельбы бокса там с собаками меня взять живьем трудно было бы но бог мне нашел как савла я пал и простер руки господи что мне повелишь делать а работал в это время на корабле добился разрешения сдать три курса за год высшее мореходное училище по выбору комиссии на одном из иностранных языков и бог показал это ничто дым дымное надмене мира этого я все это связал в кучу и бросил я занялся одной библии у меня до 10 часов уходила на библию а в это время я работаю на стройке вы посмотрите да вы в семье нет своей семьи не было повторите у вас семья есть жена была когда-нибудь ковушки у колодца вам эти не надо вопросы задавать для меня ничего не означает эта семья я для бога а все остальное как у протопопа вакуума все остальное позади она ему сказала да коли петрович он говорит до самой смерти марковна до самой смерти вот фильм николая достали показан это раскол я видел да видели вот поэтому берите оттуда пример но только они не ником не о вакуум они не знали подлинного общения с богом не знали евангелие как должно знать за веру евангельскую они не подвязались вы хорошие берите везде рядом у вас католики там старая брятся мусульмане пятидесятники никого не зазирайте вы знаете откровение божие это православная вера и когда спрашивает а где границы церкви я вам запишу где запишите вот это пять сильных католики православная григорина армяне копте сирисе все дальше какие бы они не были это не церковь им баптистам необходимо принять рукоположение единственное чего не хватает чтобы стать церковью а иларион троицкий прямо книга есть такая вне церкви нет спасения это мученик умер хотя но это тоже как мученик ближайший патриарху тихону вы решительно себя настроите на то что не своими мыслями быть движимы все время вот мы молимся потом мы стоим и ждем господи говори владыка слушает раб твой полном молчание у нас служба начинается мы зашли 7 минут полное молчание ни движения не ничего нету священник в алтаре через 7 минут он открывает алтарь мы 7 минут молимся чтобы священника было огненное служение чтобы литургия соединяла нас с небом не просто стояли вы и не знаете свои таланты когда бог обнаружит вам покажет вам ваши таланты вы поймете туда вы идете или нет вы там находитесь вы там будьте свидетелями никакая работа учеба не может сделать вас молчаливым монашество это обман что люди не должны говорить христос горды дети по всему миру и проповедуйте идите когда мы считаем деяния апостолов восьмая глава 4 стих черкните себе деяния 84 написано что апостолы были в иерусалиме ян затаус говорит самая трудная битва в иерусалиме самые сильные остались там а дальше 84 а рассеявшиеся когда их разбросали ходили и благовествовали не прятались объясните мне я не могу понять до конца этого вашего выражения что это обман а как бы я говорю молчание обман но как будет с нашими преподобными они своей жизнью как бы показывали ну например вы знаете вы опять на тоже вы по библии покажите у меня все во свете библии книги называется преподобно трех подобное там какие угодно будут но хрису там серофим саровский многих афонских отцов почему вы думаете серофим саровский правильно поступает если вопреки евангелия почему вы решили так где он находится нам говорят об этом вот такой был расстрелянный серафим щичагов он был митрополитом санкт-петербургским 84 года его больного утащили расстреляли коммунисты нквд щеки и когда ему говорили а вот есть вот у на кронштадтского у него была общая исповедь он говорит мы не знаем где он находится и теперь может быть только страдает и плачет царстве небесном зачем нам повторять чужие ошибки это в настольной книге священнослужителя 3 том определенно и щеткой говорится мы должны говорить если серафим молчал мы даже хотя бы а намек на это найти он молчал на потом почему вы считаете что в монастыре они молчат к ним же люди приезжают они им проповедуют они с ними общаются они проповедуют мой брат поехал сейчас на афон даже в столовой иду дорогой нельзя я говорю думаю в столовой скажу столовой сидят вот все голова между ног ни одного слова нельзя уставы запрещают это делать есть такое вышла книга сидорова христианство и он там ежедухом духом 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 и есть который был в общем так я вас убеждать не пытаюсь я только скажу и он даже хорошие следы где оставила монашество заранее мы видим там пустыню об этом андрей кураев говорит я был в городах где были вселенские соборы ничего кроме развалин нету два миллиарда мусульман были бы православным если бы они проповедовали и с ними встретились только на полях сражения ведь мухаммад умер 632 году магомед и это я говорю литературная газета пришла статья называется миссионер 20 21 века про андрея кураева но это года два назад и он там говорит за шесть столетий ни одного кирилла мефодия не нашли послать к ним аналоги собирали встретились уже когда мечи стали звучать мухаммад это был бы один из самых великих пророков православия это все на монахшество лежит а сколько 11 тысяч мужиков у пахомия это я вам как жития святы насчитывал я их насчитывал составлял симфонии 11 тысяч проповедников заглушили и в них правила не разговаривать ни с кем это антихристианское основание монашество нужно но нужно для чего я вам скажу для того чтобы готовить проповедников снабжать их и допаивать докармить которые будут старые другого назначения их не может быть ну то есть какой-то определенный срок находиться в монашестве в молитве потом идти на пробовать правильно хотя бы недели две не больше никаких обетов не давать это противозаконно противоевангелия вот нужно делать как вот была елисавета царисына сестра канонизирована знаете обитель москве она монашество но у нее сестры были все без монашества они просто помогали и вот она ухаживает за а все одеты по форме она ухаживает за больным за раненым она подходит говорит матушка елисавета я вот за этим ухаживаю у него здоровье все лучше и лучше и мы полюбили друг другу он зовет меня в деревню бог помощь поезжай будь ему доброй женой вот что нужно делать замуровали а они подряд идут нарушают потом в архиере стрелять я говорю только то что слышал архиер ехал а тут и романах женился при мне пола рукоположил его в дьякона зачем он руку положил да тогда был моседич этот антони в барнауле здоровый крепкий парень девчонку посватался она не пошла а он видный такой ну шаляпин настоящий потом он уйдет оконщит консерваторию будет брать призы на международных там какие там конкурсы устраивает его там опера князь игорь большом театре в белоруссии везде выступает я могу назвать фамилию но это не надо даже но он у меня на моем мы зайдете на форум и увидите а ему уже придали другое имя теперь он ко мне приезжает я и монах теперь я полюбил идет я грешу могу тебе сказать ты принял я против принятия обета но ты принял это перед богом бог на небе ты на земле люди не могут пойти то почему не надо принимать это перед богом еще раз говорю с богом шуток не может быть читай крестьяста смотри чтобы он не разрушил дело твое не принимай никаких обетов не не давай никаких а просто скажи да да или нет нет а что сверх того-то от лукавого я хочу господи всем сердцем служить тебе господи благослови меня ты найдешь хорошую девушку у тебя прекрасная семья будет но чтобы она тебе была помощица и благовестница отвергнул стана и научу беззаконных путям твоим на всю беззаконных не сказал промолчу перед беззаконными у меня нет никакого образования вообще я просто техник строитель там учился на штурмана это не образование не богословское но я беседую с профессорами богословия со всеми и и каждый спрашивает а что вы заканчивали ничего никогда не заканчивая просто самого учился я люблю моего господа мне нравится все что в библии написано и у меня трудно в библии найти место которое по мне не проехалось бы поэтому она запоминается каноны их не надо зазирать они нужны они полезны есть каноны которые не нужны назовите хотя бы один канон который для своих современников были написаны нам они нужны назовите конкретно не назовете понимаете вам это не преподавали это лживые учителя ваши они вас туда завели ни одного правила канонического нет которое невыполнимо и оно для здравия нам дано хорошо митрополит сказал виталий говорит евангелие это путь царства небесно а канон это вехи которые в пургу стоят на дороге чтобы нам не сбиться вехи это очень сильно сказано я канонами занимался специально и говорю у нас в общине не нарушается ни одного правила ни одного вообще у нас тут бороду бришь бреете вы вы будете стоять у нас соглашенными пока борода не отрастет почему бороду бреете кто вам позволил зачем вы скоблите женоподобное лицо имеете вы что готовитесь быть под мужеложником под садамитом это им это нужны чтобы на женщин похоже были вы зайдите у бороде посчитайте на форуме зарядите борода а не я знаю я слушал все вы знаете во всех семинариях заставляют бриться во всех семинариях зачем нам нужна беззаконно это сообщество семинария это меня никто не заставит я в армии если не побреетесь то зачем я пошел к беззаконникам еще раз говорю я в армии с военном билете с бородой в армии советское время мне пришлось дорого заплатить за это вы никогда не лукавьте ты услышал бог тебя так сотворил все володя покажись чтобы я увидел николай вот он какая там борода но никто на ней не трогает у нас в общине ни одного нет чтобы бороду трогать один глухонемой тут и он бороду подправил он соглашенными сразу соглашенные заедите он выходит пока борода не отросла это правило она не нами составлено так она будет до полу ну пускай до полу она была у ануфрия до полу и он святой обычно она очень рано сищется больше не растет перед богом это я я делаю это не ради чего там мой бог меня сотворил таким я люблю моего бога я прошел по иконам у нас храме здесь покровском соборе четыреста семьдесят пять ликов ни одного нет безбородого ни одного но один юноша стоит там ян и 2 пантелеема но им было там лет по 15 тут легко объяснить то борода из-за бороды у меня было множество проповедей которые начинают а что ты бороду как дикобраз отпустил а как тебя баба до себя допускает жена это начало я ему начинаю тогда объяснять я говорю а почему вы не отпустили я женщина я мужчина мужчине бог дал эту честь это его отличие борода растет с возрастом седина это знак мудрости сиарахов говорит хотя и не всегда так законом твоим ты сделал меня мудрее учителей моих 118 столом 101 стих нам нужно это мы православные поэтому вы там будете как светильник сиять там много неправославных а вы такой же бритый как оскобленное яйцо куриное зачем тебе это это а вакуум назвал блудодейной ересь запишите себе напишите вам не нравится запишите бродобрития тире блудодейной ересь протопопа вакуум а что мне словно кто он такой мученик и он сожженный это святой человек блудодейной ересь и никогда не ищите послабление трудно говорит в ущении легко в бою да вот вы когда будете подвязаться трудиться заниматься сон сокращайте вставайте в одно время а тебя днем никогда не ложись кровать забудь даже я жена меня 46 лет живем и она меня не видела лежащими разу днем я в камере там сидят меня никто не видел когда я на горшок хожу я стою рано там я вставал 4 часа не 4 40 а подъем 6 это утренний обстал обтерся водой холодной я полное правило соблюдаю считаю поклоны и там идут других камер везде стучат скажите батюшки меня в суд вызывает пусть помолится благодарности мне числа я я в тюрьме был как народ на воле меня начальник тюрьмы вызывает полковник соломин александр семенович задает вопросы за вопросами он умрет по христиански следователь краевой прокуратуры меня допрашивает краевая прокуратура не район это и он примет погружение полная крестница я побед нашел всегда почему я сказал я немощный у меня нет ничего господи открой мои таланты помоги мне их развить и для этого дай мне добрых помощников наставников советников я всю жизнь ищу учителей у петра первого этого антихриста императора у него был персень ас требующих меня я требую чтобы меня учили все время можно не большим спортом большой спорт это уродство это гибель вот у нас для себя для себя можно даже не надо это он мало полезен павел говорит упражнение телесное мало полезно мало но напали все-таки вы должны быть хорошим работником я вот на работе работал но работа это тяжелую я на второй этаж тачки вожу с бетоном плотник у меня выработка всегда было первое место тресте двести восемьдесят триста процентов физическая пища ложу вот печь от фундамента до трубы с трубой вместе две в печке за день выкладываю я один а а их делать одну печку четыре дня во первых у меня заработок хороший дальше я все время в форме а дальше куда деньги определить я я говорю о том что вам надо вы не работаете будете работать не забудьте получить благословение от бога вы хотите быть благословенным конечно пишите первое благословение с этого начинаю пишите никогда не проклинать евреев а благословляй несмотря ни на что что они будут говорить никогда я не еврей я русский никогда не проклинать почему это авраама благословение благословляющий вас благословен будет да и последнее в новом завете книга малахия это 2 3 главы вместе прочитать лучше и он говорит проклятием вы прокляты весь народ потому что вы не отдаете десятину десятина это последнее благословение ветхого завета последняя книга а в новом завете благословение в духе святом от христа на жизнь в духе святом десятина сегодня когда говоришь ой сколько нареканий да это ветхий завет да это нынче это не павильона я никогда так не рассуждал мне не стыдно это вам молодому сказать когда я услышал что нужно десятина у меня внутри огонь пыхнул я сказал сам себе буду платить 9 десятин из 100 заработанных 90 на дело боже 50 лет прожил в этом накале ни разу не обманул бога почему я такой благословенный вы найдите еще такого придурка как я чтоб совершенно невыполнимое ставил условия сам себе и скажу что голодный ни разу не был я на двух на трех работах одновременно работал ночами я сижу переплетаю книги до организации что-то шью точу разные специальности в уголовном розыске работаю собак подсаживаю ливерные магазины но 9 счастей я отделю до дела божие а куда же деньги девать баптистам которые издавали подпольное евангелие и мы туда отвозили эти евангелие раздавали написано продажи не подвижит так это баптистам евангелие из чьих рук попало какая тебе разница никто больше не издавал это совет церкви отделенная а ты еще хвалишься а написано хвалящийся хвались господом я им хвались меня бог из брал он мне открыл это я с вами беседую с радостью вы молод вы многое сможете сделать вопрос по поводу ситуации сейчас в украине как вот людям правильно поступать не могут ли христиане вообще воевать стоять вопрос понял меня меня сегодня написали молитесь вот они поняли что я могу сделать я молиться буду и молюсь они только написали мне я сразу встал на молитву и сегодня 7 раз становился на молитву и 7 раз я возносил богу руки в конце поднимал услышу господи это наш народ погибает для меня это не украина это мой народ мой один народ я окружен от володя стоит рядом по щенку с кем еду он сав щенков жена антоненко мы мы с ними мы не разные мы один народ это сатана старается разделить америке нужны наши ресурсы они мы с нами покончено и поэтому не выходи на майдан никуда нужно только молиться за правителей молиться как вы знаете кто янукович за него молитесь мы за путина вот я проехал подарки сделал лукашенко он мне очень нравится мы за него за рамзана кадырова молимся я ему подарил книги тогда жизнь твоя радостью наполненной будет вот могут ли православные ребята которые казаки до отстаивать но интересы правительства защищать не могу больше не надо я просто отвечаю вам не могут для меня казаки это те же самые цыгане среди казаков найти верующего почти невозможно ибо это та религия что это как коню подпруга они евангелие совершенно не знают с нагайками крутятся к нам приезжали казаки я среди казаков был ни одного по-настоящему верующего не встретил чтобы он подвязался за веру евангельскую если вспыхнет мусульманский мятеж вам первым голову отрежет а я мусульман нынче два раза в чечне был только ну в тринадцатом году в дагестане в азербайджане и в доме мулы ночевали и там я проповедовал пошел в мечеть и они меня представляют другим и знаешь что я христианин бог бог это главное надейся на него казачество какое это все кашкадавы как называют на ряженые они ничего не могут делать они даже выбора человека правильно не умеют вот сейчас просто очень напряженно все общество разделилась и как бы православные поддерживают понятное как бы молятся за власть и очень плохо воспринимать всех этих националистически настроенных бандеровцев псевдо бандеровцев неонацистов и когда они приезжают начинают захватывать там уже наши наши здания просто сейчас уже собираются ополчение среди людей многие православные тоже идут могут на это этого делать это ничего не сделает вы не забывайте сорок пятом году когда которые там были того обряда и патриархию загнали это возмездие идет за что гонят мы должны а в себе найти это правильно суды твои господи седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей я вот за что прославлять должен суды его это идут божьи и нам нужно ну хорошо хорошо православные воины они могут они есть они могут существовать могут но как если человек допустим забрали в армию вправе не как я сказал и все любите врагов ваших не может быть это обман я вам сказал вы живите по-своему идите убивайте умирайте вы спросили я ответил я никогда не спорю верующий не должен спорить спорить тот кто ничего не знает а кто знает он возвещает истину я вам возвещаю вложи меч твой в ножи твои кто ведет в плен сам ведет в плен кто убивает сам будет убит считайте тринадцатую главу откровения вы уже обречены на смерть вы не доживете до 50 лет если будете так рассуждать до кого ко мне врыва рваться будут врываются у меня было это я с вами разговаривать и не смотри что я такой щедушный то у меня столько энергии было драка я знаю людей с ножами я в кучу ворвался их и всех господь позволил поставить на место а потом сколько благодарности было от жен потом я посередине оказался я я оказался в том месте где эта стрелка была их развел а теперь они меня где-то кто-то задержит они меня как доктора газа до дому сопровождает преступники подарки несут привезли мне колокол домой воску сколько привезли там машина опрокинулась то есть вы словами их остановили как не словами благодатью божией дух святой я 17 лет сотрудничал с тюрьмою они знают что я опять тюрем прошел язык я каторжник я знаю что им сказать я был даже посадили меня специально столкнули я добился этого камера в которой тех которые объявили голодовку там по шестикратные ходки уже делают там зайти нельзя а я упросил умолил начальство и они меня запустили у меня большая дружба была с прокурором края генерал-лейтенант да просто был к смертникам и к вечеру вся камера там человек 20 больше из голодовки начальник мне звонит всю жизнь прослужил в этой системе не слыхал даже такого что вы могли им там сказать я скажу вам программа представьте я только зашел они мне мою биографию уже говорят я у них по радио поступал они меня все знают преступники их обидели их там избил омон я сказал я иду к прокурору края это точно иду такой защита прав человека ну и проще там где это есть я что не хватало договориться принеси привести там стоп допустим фуфаек мыло я схожу губернатору я не просто говорю я должен довести до дела надоедать и они меня потом встречают вот здесь вот на улице кричит эй борода а сам руку назад мне к вам подходить нельзя у меня бутылка в руках но я уже мало пью это жена моя рядом с ребенком ко мне на дом приходили это бог так делает так он придет убьет вот я бы думал убьет нам нынче говорили в чечню только не ездите там голову режет а мы два раза там были в администрации кадырова были мы поздновато приехали может быть встретились бы я бы книги подарил и получил вопрос что чтобы вы посоветовали человеку которого он православный его забирают в армию он едет допустим служить чечню там в горячую точку все понятно у нас такие если их забирают но мы заранее пока не забрали наши ребята идут в военкомат и пишут согласно такого-то пункта там надо по пунктам если желаете я вам вышла поэтому я вам пришел сказать я не отказываюсь от службы я пойду в горячую точку но я не буду ни снаряды подносить я буду выносить раненых я буду на копы копать и у нас ни одного не посадили все слушать ребята с бородами служат вот и все бог за меня они еще не сделают да если бы все делали как мы войны бы вообще не было никакой мы были приднестровья нынче доехали упёрлись стоит бтр прикрытой сеткой вы куда ребята так а нам надо вот мы едем в кишинев какой кишинев тут приднестровья поворачивай назад а дальше у нас узнают что мы везем какую литературу вперед звонят откройте пропустите их а нам говорили не ездить я говорю с нами бог мы практики я я не теоретизирую вот видите а осипа профессор другого мнения он говорит что да и вот туда и посылаете осипа тот кто не выполняет приказ в армии не убивает тот совершает грех даже так он сказал а ты скажи бороду брешь 75 лет не грех масонский галстук повязал не грех многому чем он научил грех пусть он выступит как андрей кураев то чем за мол там сидит ну да на эти темы он не говорит не будет он говорить лицемеры все выиграть лицемерите а я не могу я должен правду сказать в армии служат наши ребята пожилой у нас человек скоро на пенсию идти ему его вызывает он врач и говорят в чечню собирайся там нужны врачи он приходит что делать ну ничего не делал еще собирайся и поезжай умрешь мучеником будешь вот и все ты врач попадешь в плен лечить будешь маржахедов хорошая сна добьетовать им и свидетельствовать о христе спасибо вам что только интересной информации мне сказали донесли я очень благодарен так если у вас будет когда-то товарищ нужен будет вы изберите определенный день сначала мы зайдите мне дайте знать подождите но мы хотели еще с вами поговорить насчет вы сказали что может быть приедете в украину не знаю потому что у нас сегодня видите как мы даже точно не знаем как мы будем проходить если там беспорядки нам нельзя останавливаться тогда тормознуть а мы идем полные нагружены грузом с божественной литературой поэтому мы можем пройти через белоруссию нам надо попасть в румынию а дальше болгарию а вы когда планируете ехать думаю что выйдем сюда мы в конце мая если на украину попадем то только где-то около крыма потому что нам нужно воронеж попасть и в ростовскую область и там мы сразу повернем мы там проходили уже нынче я понял ну в принципе такая возможность теоретически ну есть да как бы ну конечно мы не знаем но у нас главное теперь если мы там внизу сворачивать будем вот выезжаем отсюда у нас там остается в распоряжении три или четыре дня только мы должны теперь за москве там от смоленска мы там ставку делаем туда мы забрасываем контейнер книг примерно 4 тонны и потом только по библиотекам развозим дарим мы едем с большими дарами мы за этими руками нигде не появляемся мы хотим увидеть папу франциска папу венедикта попасть в горный дом монако везде и везде оставить дары трехтомник нового завета полное толкование православное у нас есть что дать если вы в конце мая будете в украине ну вы получается вы же не знаете точно где вы будете я бы мог узнать и может организовать встречу в семинарии хорошо 30 я могу сказать почти почти наверняка примерно 30 мы будем за москвой примерно к смоленску подвигаться мы еще не и вот отсюда теперь мы должны высчитать как нам пройти легче а тогда семинаре отпадать потому что там наверное учеба как раз свои в эти дни заканчивается ну в конце мая заканчивается учеба не с кем будет встречаться но если вы будете где-то в районе девропетровска то там мы можем просто встречу сделать с молодежью с людьми с верующими там может со священниками не знаю пока не знаю потому что у нас программа была в 2013 там прошлом году по украине мы ее исконесили вдоль и поперек мы прошли полностью все чтобы его с юга было все прошли а как вы общаетесь за рубежом как вы проповедите что у вас есть люди которые владеют всеми языками или вы на английском со всеми русская диаспора только с ними мы встречаемся а тут-то мы договоримся у нас заранее главные вопросы отпечатаны по немецки там по английски мы подошли спрашиваем куда выехать только дальше навигаторы национальные библиотеки вот главное где мы будем дальше где встречаются люди где есть верующие которые собирают верующих и священников там мы можем встретиться ну у нас город большой вы знаете один миллион сто тысяч так что там в принципе можно организовать встречу ну вот вы в мейл группе заходите в мае еще раз поговорим там более-менее обстановка будет видна какая хорошо так все спасибо господи вас с богом спасибо за спасибо за советы постараюсь исполнить чтобы не зря я время тратил здесь вы прям начинаете сегодня для ложитесь раньше будильник заведи на 5 а потом постепенно извините начинайте с пяти часов разложись уже твой организм день-два пройдет тебе не надо будет говорить и скажешь я ребята будет потише я пошел спать ты будешь до того вымотан организм должен на пределе работать я на мост комынский отец опять на нас тут выходит сейчас отец мировой педагогики он как раз говорил человек 4 процента используют все отошел выключайте с богом все с богом вот так подожди о мы тут разговаривали с депропетровском подожди что-то не видно то вас плохо так я вот вас вообще не вижу почему-то вот теперь вас видно вот вопрос другой на семинаристы учатся закончили семинарию и отправили в болгарии изучать немецкий язык чтобы дальше патриархия но и вот сейчас одним долго беседовали то отдельно сделает оторви